Уже несколько недель многие из нас находятся в состоянии постоянного стресса, постоянного дум-скроллинга. И непонятно, сколько еще придется жить в таком состоянии. Жить-то надо, жизнь продолжается. Поэтому сегодня мы решили пригласить в нашу студию психотерапевта Кристина Викторовна Кордавых. Здравствуйте, Кристина Викторовна. Многие сейчас испытывают состояние паники. Нельзя как-то осизать пока свое будущее, можно потерять работу. Непонятная экономическая ситуация в стране, политическая тоже. И можно ли сказать, что вот эта паника, которую сейчас многие из нас испытывают, это абсолютно нормальное состояние для человека, который попал в какую-то новую для себя обстановку, ситуацию. Паническое расстройство или панические атаки, они могут возникать у здоровых лиц в норме и в связи с различными психотравмирующими ситуациями. Ситуационные панические атаки возникают однократно в течение жизни, могут повторяться, могут возникать в определенное и то же время на определенную ситуацию. Чаще страдают таким явлением женщины, чем мужчины. И основная клиника панических расстройств – это ощущение страха, тревожности, сердцебиения, неприятных ощущений в области сердца, живота, анемения рук, ног. Пациенты в основном обследуются у различных специалистов, у кардиологов, у терапевтов и в дальнейшем направляются уже к психотерапевтам, психологам на дальнейшее дообследование. Но паническое расстройство необходимо дообследовать, необходимо лечить и контролировать эти ситуации. И все это, в принципе, приходит к положительным результатам, динамико положительное при панических атаках. А почему женщины чаще этим страдают? У них высший эмоциональный диапазон, ну, у нас, у них. Ну, у женщин связано еще с гормональными перестройками и с гормонами, поэтому и эмоциональность, конечно, тоже влияет. Ну, и статистически подтверждено, что женщины чаще обращаются именно с этим видом расстройств. Что сейчас делать людям, которые впадают в эту панику, листая новости? Ты же ни на что не можешь повлиять, но продолжаешь стрессовать, паниковать. Что делать? Что делать? Необходимо реализовывать себя маленько в других целях, изменить свой график и режим работы, то есть поменьше проводить в интернете часов. То есть мы, когда встаем, пациенты даже с паническими расстройствами не встают, первым делом берут телефон, пролистывают ленту новостей, смотрят в фейсбуке, вконтакте, в других соцсетях, что происходило. В связи с этим идут различные уже тревожности, беспокойства, колебания настроения. То есть нужно разграничить, необходимо разграничить свой график так, чтобы это время, которое занимает человек, он может посчитать, сколько он занимает в интернете, на различные вот эти новостные всякие форумы смотреть, то есть посмотреть и больше проводить времени на прогулках, та же самая работа, то есть отвлекаться. Никто не запрещает смотреть текущие новости, быть всегда в курсе каких-то событий, надо быть информационно грамотным, но подходить к этому вопросу надо разумно и рационально. Если вы смотрите обычные вести, читаете ленту новостей, то не надо воспринимать на себя лишнюю информацию, а абстрагироваться. Этому как раз обучают и тренинги, и психологи, если человек самостоятельно не выдерживает такой информационной нагрузки. Информационная нагрузка в последнее время, конечно, у нас усилилась. Чтобы отвлекаться от информационного потока, необходимо составлять список дел, которые любой человек в течение дня необходимо реализовывать. То есть это включая функциональные обязанности на работе, в семье, это бытовые какие-то проблемы, и также досуговые мероприятия. То есть обычные бытовые вещи, вещи, которые радуют вас, то есть чтение книги, прогулка куда-то, посмотреть интересный фильм и ограничить именно время пребывания в соцсетях. Когда человек находится без телефона или приходит в какое-то заведение, где нет Wi-Fi, и у него возникает чувство тревоги, паники, беспокойства, то есть необходимо именно посмотреть свой гаджет, тогда это уже приравнивается к каким-то уровням зависимости. Тогда, конечно, необходим уже специалист. А переключение на обычные бытовые вопросы, дела это реализуют, и человек может спокойно, самостоятельно переключиться на обыденные вещи. Достаточно неплохие тренинги проводят как психологи, психотерапевты, то есть есть свои определенные методики, наработки в этом плане. Тревога вызывается соматическими заболеваниями, она может быть как ситуационная, так и спонтанная, и различными видами веществ. Но так как мы сейчас говорим именно о информационном в основном потоке нашем, то она ситуационная. Возникает она неоднократно, может повторяться именно во время просмотра каких-то новостей, и человек может отследить эту динамику. То есть когда он читает новостной форум, у него возникают страхи, беспокойства, тахикардия, неприятные ощущения в теле, покалывания где-то, неприятные мысли, то этот информационный форум желательно исключить из жизни или минимизировать. Также желательно переключаться на другие моменты во время этого просмотра. Подростковый возраст и дети более подвержены информационному потоку, поэтому желательно оградить пребывание в соцсетях и в интернете, то есть до минимального количества. А надо ли детям объяснять, что сейчас происходит? То есть ребенку, например, там 10-12 лет, ну уже такой подростковый возраст, стоит ли с ними говорить на эту тему? Конечно, детям надо все объяснять. Если вы не будете объяснять, ребенок объяснит себе сам в своем понимании, в своем ключе. Объяснять, разговаривать на темы эти обязательно, доводить рациональную информацию, чтобы человек и ребенок-подросток был грамотен в этом случае. И так как дети, они впитывают как губка эту информацию, различную информацию, чтобы он мог реализовать и рационально думать об этом. Чем может обернуться такое бесконтрольное чтение новостей и вот это чувство постоянной агрессии к тем, кто не разделяет твою позицию? Если мы говорим там про комментарии, про какие-то посты в интернете? Конечно, это может как раз обернуться паническим расстройством, чувством раздражительности, тревожности, беспокойства, я уже повторяюсь, нарушением сна, колебания настроения, субдепрессивными различными моментами. И если клиника уже превалирует вот этих расстройств у человека, беспокоит его качество жизни, то необходимо обратиться за помощью к специалисту. То есть если я уже чувствую физические какие-то нарушения, да, когда мой организм мне подсказывает? Не справляется. То есть в этом случае уже надо обращаться? Да, конечно, надо обращаться к специалисту и рассказать полностью о своем состоянии. И специалист назначит как медикаментозную терапию, так и в рамках психотерапии. Как себя вести в коллективе, в семье, если там разные взгляды у людей? И разговоры на политические темы, наверное, сейчас вообще неизбежны, вот опять же в коллективе, в семье, да? И что делать, если это постоянно, это неизбежно, и это приводит к каким-то конфликтам, ссорам? Вот как себя вести, как-то закрываться, говорить, что я не хочу говорить на эту тему? Ну, если рассматривать семью, то в семейной жизни, конечно, есть, наверное, другие моменты, на которые стоит обратить внимание, чем обстановка, политическая обстановка или какие-то еще конфликтные ситуации. Нужно избегать этих состояний, заниматься обычными бытовыми какими-то вопросами, решением текущих проблем. Я думаю, в любой семье это нормальное решение каких-то вопросов. И если возникают, конечно, конфликты, то смысла беседовать на такие вопросы, но оно не имеет. Лучше обсудить эти вопросы как раз со специалистом, чтобы не доводить внутрисемейные отношения до каких-то критических моментов. А в коллективе? В коллективе тоже. То есть я думаю, что коллектив — это работа, основное место. Вы приходите на работу с целью именно реализовать себя в социальном плане, в трудоспособном плане, и желательно заниматься какими-то текущими своими обязанностями. Ну а другие моменты, у каждого есть свое мнение, и не обязательно, что они должны у вас совпадать. На днях у нас была такая годовщина. Ровно два года назад ВОЗ объявила коронавирус в пандемии. И тогда это для нас было потрясение, наверное, такое же, какое мы испытываем сейчас. У вас насколько увеличился тогда приток пациентов во время пандемии? Вот весь, наверное, 2020 год. У кого-то же еще постковидный синдром, тоже какие-то неврозы. Вот насколько увеличилось количество пациентов? Ну статистические данные я вам предоставить на данный момент не могу. Но по клиническим заключениям, да, действительно, у нас пациенты превалировали с жалобами тревога, беспокойства, нарушения сна, неврологическая симптоматика, страх потери близких. И на данный момент постковидный синдром мы наблюдаем и сейчас. Но можно сказать, что все равно количество пациентов в разы выросло, чем до пандемии у вас? Количество пациентов с невротическими расстройствами, да, я могу сказать, что увеличилось. А вот сейчас уже, вот за эти несколько недель вы видите тоже вот какой-то рост пациентов? Пациенты поменяли характер именно психотравмирующей ситуации, но это опять связано с нашей нестабильной на данный момент ситуацией, да. Может быть, в завершение Кристины Викторовны дадите какие-то советы нашим зрителям, как все-таки сейчас, в это непростое время. Она же все равно, ну, надеемся, когда-то она пройдет, и жизнь, она же у нас продолжается, поэтому надо ее как-то жить, повторюсь. Как и любой специалист, вам даст совет, что необходимо отвлекаться, необходимо радоваться различным мелочам, которые вас радуют в жизни, в семейном кругу обсуждать свои бытовые внутренние вопросы, а не другие факторы, менее быть конфликтным на различные ситуации, в рабочие моменты заниматься своими текущими делами. И если, конечно, вы читаете новостные форумы и смотрите политическую обстановку и так далее, то есть в средствах массовой информации, то рационально подходить к этим вопросам. Я думаю, что ситуация, надеюсь, у нас скоро это разрешится, и мы уже не будем видеть ни поток пациентов таких, и пациентам будет полегче, панических расстройств будет поменьше. Спасибо большое за эту беседу. Вам спасибо. На этом мы прощаемся и желаем всем зрителям психического здоровья и оставаться человеком в это непростое время. Продолжение следует...